Добрый день, дорогие любители иностранных книг и иностранных языков. И сегодня мы поговорим с вами о том, какие книги, зачем, как и почему мы можем читать летом, и что могут читать наши дети. Передо мной на столе лежат несколько замечательных книг, которые я хочу вам показать. Но, конечно, книг интересны гораздо больше. И давайте сначала поговорим, собственно, не о том, что внутри этих замечательных книг, а о том, зачем детям читать на иностранных языках летом. Очень многие родители и преподаватели резонно считают, что летом тоже нужно продолжать или изучать иностранный язык, или освежать те знания, которые были получены в течение учебного года. Но, конечно, все мы с вами рассуждаем реалистично и понимаем, что лето – это все-таки время для отдыха. Мы не можем превратить свою жизнь в сплошную работу и сплошную учебу, мы этого просто не выдержим. И, конечно, это же в полной мере относится и к нашим детям разного возраста. Но, с другой стороны, очень многие из нас, и наши дети тоже, и по этому не исключение, летом чувствуют, что им хотелось бы почитать книгу, возможно, даже вернуться к любимым предметам школьной программы. Хотя некоторые люди со мной не согласятся и скажут, что, наверное, я фантазирую и выдаю желаемое за действительное. Но, поверьте, у многих детей есть любимые предметы школьной программы, и почему бы не предположить, что одним из таких предметов будет иностранный язык. Что же они могут почитать? Как, зачем и как сделать так, чтобы лето оставалось летом, и оно не отбивало интереса к любимому предмету – иностранному языку, и при этом, чтобы все-таки это чтение приносило не только радость, но и пользу. Первый вариант – это почитать замечательные адаптированные книги из серии научно-популярной литературы. Таких книг очень много. Вот сейчас у меня в руках замечательная книга, которая называется «Глаза» – «Ice» из оксфордской серии «Discover» – «Oxford Read and Discover». Это очень простая книжка первого уровня. Для того, чтобы разобраться в системе уровней, вы можете подробнее изучить вот эту шильдочку, на которой есть несколько этажей. Самый нижний этаж – это самые простые книжки, дальше сложнее, сложнее, сложнее. Вот эти цветные квадратики показывают уровень сложности книги. У каждого цвета есть своя символика. Вот у меня, вы видите, книга с голубой полосой внизу. И вот здесь, я надеюсь, вам видно, маленький голубой квадратик показывает, что это книга голубого уровня. В этой книге нам рассказывают о том, какие бывают глаза у животных, зачем они им нужны, чем отличаются глаза разных животных друг от друга и от глаз человека. В общем-то, всё очень интересно. И, конечно, мы понимаем, что если у нас чтение происходит летом, то, может быть, ребёнок или идёт по улице, или поехал на дачу, или поехал за границу, и наблюдает там совершенно удивительный животный мир. Он может, читая эту книгу, соотнести то, что он прочёл, с тем, что он наблюдает вокруг себя. А лето – это, конечно, время замечательных натуралистических открытий. И почему бы не воспользоваться этим, чтобы почитать книгу и расширить свой кругозор. Для тех, кто постарше, будут интересны книги из той же серии, но уже самого высокого уровня. Это уровень B1. И вот здесь вы видите, что бирюзовый квадратик у нас на самом верху. Это самая сложная книга. Уровень сложности соответствует уровню интермидии, что примерно соответствует уровню сложности экзаменационных материалов УГЭ за 9 класс по английскому языку. Но я думаю, что летом мы не будем продолжать разговоры об экзаменах, а посмотрим на такие замечательные книги. Здесь вы видите внутри рассказы, тексты, истории, схемы, графики, иногда шутки. И что самое главное, здесь есть очень много интересных дополнительных упражнений, которые человек может выполнять или по своему желанию, или если это задал учитель в школе, репетитор или преподаватель языковой школы. Ну и, конечно, многие из нас летом читают книги о приключениях. Почему бы не познакомить детей с творчеством замечательного писателя Фенемора Купера и не прочитать замечательную историю с грустным концом про последнего из Магикан? А может быть, даже кто-то захочет разыграть сценки из этой книги или просто представить себя на месте главных героев. Так или иначе, летнее чтение – это дело очень увлекательное, очень полезное. И здесь самое главное – не заставлять детей выполнять задания по школьному, по экзаменационному, а дать им возможность выбрать то, что им нравится больше всего, почитать. И мы уверены, что лето пройдет с пользой и с интересом.